За прошлые пять годов колькость фермеров в Минской области повеличилась на треть. На палетках центральных регионов зараз працуются маль 800 господарок. Выросшивают проважно садовину и городни, но с кожным годом повеличивают пассивные площадки, вынику и объемы в творчестве. Так, до приклада у Столбцовским районе працуют бы до один в области господарок, которые в промысловых масштабах выросшивают черные парышки, а их яблочную продукцию ведают далеко за межами Беларуси. С подробностями Наталья Кузьминская. Сорт называется «Ауксис». Оно будет желто-красным, насыщенно такое, сладкое, с кислинкой. Еще пять годов тому Владимир Щека лакировал великогрузами у международной транспортной компании. Сегодня уже у якости заказчика послух, загружая машины смашенной витаминной продукцией. У 2011 мужчина выросшил посадить сад. Логистичный бизнес изменил на яблочный. Четыре с половиной года назад было здесь обычное поле. Ну вот так и пришли. Два направления вы выбрали. Черная смородина, польская селекция, два сорта, и яблоки. Яблоки тоже энное количество сортов, как раннее, так и среднее, так и позднее. На данный момент у нас уже 98 гектар земли, освоенных 80, 12 человек работают. Что год фермер Щекала отрымливает все больше духмянного ураджаю. Леты с 270 тонн антоновки, солодкой, олеси, сортов белорусской и замежной селекции. Все лета господар различивает рымать коля 500 тонн яблоков. Каб повеличить термины заховывания, худка пошнется будовництва сучасного сховища, различеного в околе на 2500 тонн. В минулом году в этом питомнике прищепили 20 тысяч саджанцев. В худшем часах перенесутся на подрихтованное поле, и про сгод яблы не дадут первые плоды. У рубливых господара кожный яблок на улику. В планах фермера так само створение уластных цехов по перепрацованию черных парышек, которые юных спортует сегодня переважно в Россию, и яблоков на джемы и повидло. Таких прогрессивных господарок в районе не шмат, однако с каждым годом, ожидающих працовать на земле, становится все больше. Имеются земли запаса, земли устроительные службы зафиксированы, и с этих земель запаса выделяется определенная площадь, ну, по желанию, скажем так, фермера, выделяться земля. А для того, чтобы стать фермером, человек, во-первых, разрабатывает бизнес-план с учетом его экономических возможностей, потому что не каждый может рискнуть на это дело заниматься, и не каждый сможет, ну, наверное, финансово потянуть, потому что это все-таки должно быть достаточно каких-то средств. Усягушу в Центральном регионе амаль 800 фермерских господарок. Яны займаются рослиноводством, живелогодоле, садовництвом и разведением рыбы. Есть инноватые, которые сегодня мкнутся вырошивать экзотичные горбузы, дыни и персики, как скласти конкуренцию за межным вытворцам. Наталья Кузьминская, Юрий Тиханович, Агентство Телена Вин.